Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж, и все-таки, все-таки, все-таки заставил я себя, да, перед вами обзорчик на Матеуса, эпическая карточка, которая появилась у нас только в четверг, ну и в принципе это один из моих любимых игроков в PES Mobile, теперь в E-Football, поэтому нельзя было оставить его без внимания. Как обычно, начинаем раздевалки, что по статам, как раскидывать, ну я буду показывать, как раскидывать буду я, кстати, играть он у меня будет центрального полузащитника, а не опорного, но это вот такой спойлер. Значит, защита, конечно же, мы поднимаем ему практически все статы на 4, то есть когда у нас первые 4 стата, вы знаете, там по единичке расхода, причем я поднимаю абсолютно все, кроме вратарских, потому что он у нас универсал, он должен быть хорош везде, на каждом кусочке поля. 34 стата у меня еще остается, 1 или 2 нужно будет оставить для, собственно, стиля, но это зависит от вас, я, допустим, буду играть контроль мяча, там одного стата хватит, да, кстати, не часто я играю контроль мяча. Так, дальше, что мы будем его усиливать? Он нам должен помогать и в атаке, и в защите, сила удара у него и так уже, в принципе, хорошая есть, реализация, ну ладно, пойдет, умение атаковать для центрального полузащитника пойдет, поэтому, поэтому я бы ему поднимал, конечно же, защиту хотя бы до 8, а лучше, наверное, а лучше, наверное, даже до 12, и обращал бы внимание на пас, потому что он у нас должен еще и хорошо подыгрывать. Остается 6 статов, ну, допустим, 2 условных, а, так, шутинг у меня что-то 5, вот так вот сделаем, 4, вот, 2 условных оставляем на стиль, и остается 8. То есть еще, по сути, любую четверку мы можем поднять на 3. Здесь, конечно, выбор у каждого свой, но, как мне кажется, как мне кажется, я бы закидывал вот сюда. То есть поднять ему скорость, в принципе, чтобы хорошая была, сила удара, пушечка, и выносливость, пушечка, при этом классное умение в защиту, хороший, в принципе, вполне себе пас, и хороший набор навыков. Я бы для себя Матеуса прокачивал вот так. Как вы будете прокачивать для себя, конечно же, решать вам. Ну, теперь давайте переходить к команде, и переходить на поле, буду рассказывать, чего хорошего у этого товарища есть. Итак, переходим к команде, вот таким составом буду я его тестировать, почему бы на самом деле и нет. Тут, кстати, и Холанда новая карточка есть, и Берг есть, и Снайдер есть, хрен его знает, сделаю я на них обзоры или нет. Но, тысяча лайков, и я переварю свою лень. Матеус, как вы видите, играет у меня левого центрального полузащитника, и, в принципе, я считаю, что там ему самое и место. Ну, и на поле, на поле, конечно же, конечно же, форма Интера, и, собственно, действительно одна из лучших карточек в нашей игре. Тут я ничего не могу с этим поделать, обожаю я Матеуса. Цепкий, да, не сильно корпусный, но реально вот защитные статы, то есть, ну, вы видите, он мяч сам уже сходу забирает, хотя вроде бы он уже мяч потерял. При этом неплохой пас низом и пас навесом, но, конечно, когда у вас такой убийца, как Холанд, играет впереди, то, само собой, он выпрыгнет, он толканет, и он это все дело реализует. В подыгрыше Матеус прям хорош. В защите Матеус прям хорош. Плюс добавьте к этому пушечный удар. Мне особенно понравился вот этот момент, я надеюсь, и вы его оцените. Просто влепил, как не в себя. Ну, во-первых, хорошее открывание, благодаря стилю от штрафной до штрафной, он действительно оказывается на каждом участке поля, и действительно показывает себя классно. Ну, а тут бах, от двух штанг. Просто тащи, просто тащи, и ничего с этим вратарь поделать не смог, хотя угол был достаточно острый. Короче, действительно, я в восторге от этой карточки. Я могу, да, так сказать, но немножечко спойлернуть. Я же, сами понимаете, этой командой играл. И пока что, что Снайдер, что Берг, меня не особо впечатлили. Но Матеус как был умничкой, так и остался. В принципе, у многих из вас есть его легендарная карточка, есть легендарная с розовым фоном, да, бывший иконик. Это просто еще более улучшенная версия. Хрен его знает. Я бы на самом деле эпика и от Баварии его ждал. Вполне себе, я думаю, он может быть. Поэтому, если у вас есть возможность, реально советую ловить. Вы не разочаруетесь. Для меня он был, остается и, наверное, еще очень долгое время будет класснейшим. Просто одним из лучших центральных полузащитников в нашей игре. При этом передачами, ну, посмотрите, ну, вообще его не обделило. Опять за счет умения защищаться он выдирает мяч, а дает передачу на Румениги. Кстати, обратите внимание, ну, идет же Румениги форма Интера. Играл Румениги в Интере. Поэтому, Konami, давайте нам Руми от Интера. Я думаю, он тоже будет очень даже хорош. Кстати, он может быть на позиции, например, четкого центрального нападающего. Но здесь стоит отмечать отличную передачу от Матеуса. Да, там 83-84 у него выходит пас. Тем не менее, этого хватает с головой. Ну, и, конечно же, здесь сам Руми, в принципе, феерит. На него обзор у меня на канале есть. Поэтому вы можете посмотреть, если вам интересно. Поэтому, в остальном, ну, есть ли минусы у этого игрока? Да, конечно, они есть. Но без минусов не бывает у нас игроков. Но при этом, классный баланс, классный удар, классная защита, классный пас. Да, придется жертвовать тем, что у него нет корпуса и головой он особо хорошо не играет. Но я считаю, что этим можно пожертвовать ради действительно такой прекрасной карточки, которая приносит максимальное количество наслаждения на поле. В общем, вот такой вот короткий и быстрый обзор у меня на Матеуса получился. Надеюсь, вам это понравилось. Пиши в комментариях, если ты им играл. Какие у тебя от него впечатления? Может, от обычной карточки с удовольствием почитаю. Ну, а лайков можете накидать. Как обычно, полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. С вами был Морж. Пока, пока.